Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приливы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, и Церковь для нашего назидания к нашему внимательному рассмотрению, предлагает отрывок из книги «Деяний святых апостолов». И сегодня мы с вами читаем 17 главу, стихи с 19 по 28. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «И взяв его, привел в Ариапак и говорили, Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши, посему хотим знать, что это такое. Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став Павел среди Ариапага, сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сигота, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Сам, да я всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня обращаем свой взор вновь на книгу «Деяний святых апостолов». Мы с вами говорили о том, что апостол Павел совершает свое второе миссионерское путешествие, то самое путешествие, куда он уже не взял с собой Иоанна Марка, из-за чего, поссорившись, не взял и апостола Варнава. Но вместе они пошли с силой, с тем самым силой, который нес решение апостольского собора из Иерусалима в Антиохию, в Киликию, и зачитывал его, являясь как бы гарантом того, что это действительно апостольское послание. И мы видим, что апостол Павел избирает с собой силу. Они уже преодолели темницу в Фессалониках, они уже были в Верии, и оттуда апостол Павел вновь вынужден был бежать от преследований иудеев, и бежал он как раз-таки в Афины. И здесь он проповедует, здесь он несет слово Божие языческому миру. Ведь что такое Афины? Конечно же, времена апостола Павла, первый век, это уже далеко не расцвет данного полиса, не расцвет данного греческого города, но все равно он сохранял свой авторитет, центра образования, и все люди стремились идти туда, получать образование. Там были различные академии, лицеи, где как раз-таки преподавали выдающиеся философы античных времен. И вот в этот центр античной философии приходит апостол Павел. И надо сказать, что в культурном смысле греческое образование, греческая философия и греческий взгляд на мир, конечно же, не совпадает с ближневосточным видением, как и познание этого мира, как мудрости, и тех отправных точек, как нужно смотреть на этот мир. Греки — это не люди, скажем так, близневосточные. У них свой взгляд на мир, у них своя точка отсчета. На эту тему писали очень много, и в том числе выдающийся наш отечественный византолог Сергей Сергеевич Аверинцев очень хорошо и подробно описал вот эту несовместимость двух культур. И в чем как раз-таки здесь, можно сказать, подвиг, научный подвиг апостола Павла? Он пытается подобрать ключи. Человек, который, конечно же, апостол Павел был высокообразованным в свою меру, человеком, знавшим различные культуры, но все-таки это человек, воспитанный и выросший в ближневосточной культуре. Она ему ближе, ближе по корням, ближе, условно говоря, генетически. Но он пытается проповедовать Афинам, в Афинах, Слово Божие, не опираясь на ветхозаветные пророчества, на ветхозаветный опыт. Он пытается синтезировать философскую сущность Ветхого Завета и облечь ее в такую форму, которая будет понятна аудитории, которую он проповедует. Куда его приводят для проповеди? Как раз-таки за моей спиной вы видите часть той территории, где и проповедовал апостол Павел. Это афинский Ариопаг. То место, та площадь, где происходил суд и где выносились какие-то важные решения. Суд города Афин состоял из 30 мудрейших людей. И вот на этот суд и был призван апостол Павел для того, чтобы мудрейшие люди рассмотрели, что же он, какую проповедь, какую весть он принес. Потому что всегда, конечно же, в Афинах интересно было послушать что-то новое. Люди, которые постоянно упражняются в философских науках, упражняют свой ум, им, конечно же, всегда интересно услышать что-то новое. И вот они призывают апостола Павла, ибо, как сказано, что-то странное ты влагаешь в уши наши, говорили они апостолу Павлу. Посему хотим знать, что это такое. Что за проповедь, что за весть ты приносишь. И вот, став апостол Павел, он не испугался этих мудрых людей, этих величественных мужей, перед которыми он предстал. Вообще апостол Павла ни в коем случае нельзя назвать трусом. Сколько он преодолел, какую внутреннюю энергию он имел, чтобы творить, и чтобы проповедовать, чтобы путешествовать, вот эти миссионерские путешествия. Сколько раз он был на волосок, просто от смерти. Нельзя его назвать трусом. И вот он встает перед этими людьми и начинает свое слово. Афине не по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. И указывает на алтарь неведомому богу. Действительно, в Афинах было много различных алтарей, много, множество богов. И для апостола Павла, как для человека с фарисейским складом мышления в прошлом, конечно, это все он не мог считать их набожными. Но это был такой риторический прием, дабы начать свою речь с указания на то, что они, есть некий бог, которого они не ведают. И этот бог превыше всего от того, что они знали до этого о богах и вообще о мире мистичном. Соответственно, он говорит о том, что бог, сотворивший все и мир, что в нем он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Он указывает на то, что не вот в этих идолах присутствие Божие, а в том действии и делании, которые он производит в людях. Он смещает акцент с вот этого языческого идолопоклонения, с языческих идолов, на сущность, на самом деле, божественную, что бог производит в людях, конкретно в нас, здесь и сейчас. Не отвлеченное философство, не на созерцание Божие, а действие. Именно в действиях познается сила Божия, в действиях нас с вами, в том числе сегодня. И далее он ссылается даже в 28 стихе на стихотворцев, то есть он максимально использует привычный для них контекст, привычную литературу. И он ссылается на языческого философа, на некого Анкара Филикиликийца, цитируя его слова «мы его и род». И не только у этого поэта и философа была такая строчка в его стихах, но и у других поэтов, поэтому апостол Павел показывает еще раз свой ум и свою эрудицию. Поэтому, проповедуя Слово Божие, мы должны тоже уметь описать людям действия Божия на понятном для них языке, здесь и сегодня, здесь и сейчас. Этим и занимается богословие, и этому мы должны с вами, дорогие братья и сестры, учиться. Поэтому будем молиться и помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи Господь наш, Я точу на имя Твое по всей земли, Я бы взялся в великолепие Твое при высшем небес.